Добрый день, коллеги! Приветствуем нас на пресс-конференции с участием главного тренера национальной молодежной сборной Юрина Дончик-Урнеева и капитана нашей молодежной сборной Михаила Афанасьева. Юрий Дончик, сначала расскажите, как Вы представляете свою игру, несколько слов о единстве против Шибера. Стартовые матчи таких турниров всегда являются очень важными. В этом матче необходимо набирать очки, потому что отборочный турнир краткосрочный. Фактически кто проигрывает, тот теряет всякие шансы на надежды выйти в следующий этап розбившего турнира. Поэтому, естественно, волнение будет охватывать футболистов. Я считаю, что самое главное, чтобы футболисты смогли подарить себе предстартовые волнения, предстартовые лихорадки и показать все свое мастерство, на которое они способны. Стартовая игра с отборной Швеции будет ключевым, наверное, для нас в этом отборочном матче. Что тут говорить? Юрий Анатольевич правильно сказал, что первая игра со Швецией будет держать все. Если плохой результат, то мало шансов будет в дальнейшую борьбу. Пожалуйста, вопросы. Я клачусь. Богдан. У меня вопрос к Михаилу и к Юрине Анатольевичу. Если Михаил Фанасьев не выйдет на поле, кто будет носить капитанскую повязку? Ну, во всех клубах, во многих сборных капитанская повязка дается человеку, который владеет сильными, во-первых, качествами лидера, достаточно коммуникабельного. И, во-вторых, тот же самый маловажный фактор – это количество игр, цель за сборную или за клуб. Поэтому по количеству игр у нас Михаил, он первый в этом ряду. Но, естественно, если что-то может случиться, то капитанская повязка перейдет в тому человеку, который по количеству игр меньше, чем Михаил. Комаровский, если я не ошибаюсь, да? Комаровский и Коэль. Вопрос к Юрию Анатольевичу и к Мише. Что Вы знаете о шведской команде? Ну, мы очень много и благотворно изучали сборную Швеции. У нас есть очень много видеоматериалов по их эресу, практически командами. Мы знаем, что такое Берг, знаем Торина, Байрани, знаем, как команда обороняется, знаем, как команда атакует, знаем, что они делают при стандартных положениях. Так что что-нибудь, я думаю, сверхъестественно от них возможно ожидать. Но мы достаточно изучили соперника, и что там поможет нам выигрывать завтра. Ну, я знаю, что Швеция габаритная и все техничные футболисты. Но я думаю, что Юрий Анатольевич найдет ключик к победе. И мы выиграем. Юрий Анатольевич, надеюсь, что нет никаких кадровых проблем. Все ребята здоровые, все готовы выйти завтра на поле. Ну, все 23 футболиста, которые здесь находятся, в Швеции, они сейчас живы, здоровы, находятся в достаточно неплохом функциональном состоянии. Все рвутся в бой, хотят показать современный содержательный футбол, который самое главное – понравится болельщикам. На то лучше завтра же выиграть, естественно. К тому придет и успеет. Миш, для тебя, как игрока, что представляет собой такой турнир? Может быть, эта возможность понравится кому-то, представителям больших крупных клубов? Ну, для меня лично, да, чтобы посмотреть, и тут много очень специалистов будет куда-то засветиться в какой-то международный клуб. И для меня лично, даст, наверное, огромный опыт в таких турнирах. Не для меня, а для всей команды. Значит, вопрос. Михаил Сиваков вернулся из Калияри. Как его состояние сейчас? Ведь он там не играл за основной состав команды. То есть лучше, хуже, чем было? Сколько он дал? Ну, естественно, пребывание в клубе серии «А» идет к любому футболисту, как говорится, на пользу. Тренируется он с командой первого состава, играет за второй состав, но все равно в его игре его депутатические действия, на тренировках выигрывает. Функциональность, это видно, что есть прогресс, и пребывание его в футбольном клубе карьеры, и в Йокинге, как говорится, на пользу. И за временем, возможно, вырежетесь еще более классным футболистом, чем сейчас. Вопрос, как Кирилл Анатольевич, так как Миша. В шведской команде бытует мнение, что белорусы небрежно, так сказать, относятся к мячу. Ну, то есть, когда они его получают, как-то они не хранят, не обрегают. Насколько вы можете подтвердить или опровергнуть это мнение? Ну, я думаю, что согласен. Мы владели всегда инициативой. Только, я думаю, чуть-чуть, наверное, наступили в Сербии, в отборочном цикле, когда проиграли 3-1. Так, в принципе, все команды из Турции мы играли, как бы, вели игру за собой. В футболе бытует мнение, что команда играет настолько, или контролирует мяч, или играет или на боссах, атакует или обороняется, в том случае, насколько ему позволяет соперник. Так что у нас бывали матчи достаточно хорошие, достаточно не очень. Так что все зависит от состояния футболистов одной и второй команды. Спасибо. Спасибо. Спасибо.